Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала в ютубе. Сейчас будет самое главное, жизненно важное видео для каждого человека, понимает он то или нет. Поэтому я советую вам по-человечески послать это видео, ссылку на него, каждому своему другу, знакомому, приятелю, родственнику, попытаться достучаться до них. Но вначале попытайтесь осознать это сами. Итак, видео профилактика онкологии лучше не допустить, чем потом трудно-сложно лечить. О причинах онкологии я говорил не в одном своем видео и не один раз, и потому сейчас не буду повторяться, хотя допускаю, что придется мне сделать отдельное видео именно на эту тему, где я разберу подробно и классифицирую все причины и первая причина возникновения рака. Будет вам это интересно, тогда напишите этот вопрос мне под видео в комментариях, что да, я хотел бы, чтобы вы сделали такое видео. Ну а сегодня будет все о защите от онкологии. Итак, что нужно сделать по максимуму, чтобы свести шансы получить рак к самому минимуму, то есть почти к нулю? И если с антропогенными факторами воздействия сложнее, если, конечно, не переехать из городов на землю и вести там, отличный от жизни в городах образ жизни, то с биогенными факторами возможно сделать абсолютно все. Вредных факторов воздействия сейчас на нас с вами немало, и чем их больше, тем выше вероятность получить рак. Вы видите, кто зряч и в разуме, что онкология каждый год молодеет и увеличивается количественно в популяциях, и это объективная реальность. Можно отмахиваться и пелену на глаза натягивать, хотя это неконструктивно, и защита от таких глупых действий, вернее от бездействия, не появится уж точно. А только положительным настроем, как некоторые мечтатели и романтики, или йоги пытаются успокоить себя и плыть по течению дальше, вы никак не измените объективные факторы воздействия на организм, и только мерами удаления, нейтрализации вредных факторов воздействия вы защитите себя и своих близких от этой беды. По крайней мере, увеличите эти шансы в разы по сравнению с теми, кто будет плыть по течению и успокаивать себя разными глупостями, вроде, что суждено, то и будет, а везде сейчас химия, жить тоже вредно. И если было бы вредно, этого бы не допустили, ну и тому подобное. Итак, надо учесть три группы факторов защиты, их три. Это грибные лечебные препараты, это коррекция питания, мы то, что мы едим, и устранение вредных факторов воздействия извне на наш с вами организм, по большей части антропогенных факторов. Итак, по порядку, первая, вторая и третья группы. Первая, профилактика посредством фунготерапии. Фунготерапия это наука, которая изучает лечебные свойства высших базидеальных грибов. В природе у них лечебная сила выше, чем у трав. И это было издревле известно всем народам. Но потом эти знания, сами понимаете, я надеюсь, почему, были просто уничтожены, утеряны и так далее. Итак, говоря кратко о сути, есть программа защиты от воспалений, от грибков микромицетов, то есть от дрожжевых и плесневых вредных грибков, от опухолей, доброкачественных и злокачественных. И это программа маркерного универсального курса, которую стоит для профилактики проходить, ну, в идеале, два раза в год каждому человеку для предотвращения возникновения рака. Ну, хотя бы раз в год при соблюдении остальных важных факторов. Можно, конечно, пропивать только грибной препарат грибшитаки по три месяца к ряду два раза в год, но это менее эффективно. Маркерный же курс помогает и на первой, второй стадии уже имеющейся онкологии. Ну, а онкологии вообще у меня есть очень важное видео для изучения вот каждым человеком, понимаете? Вне зависимости от того, есть ли у него рак или нет. Под этим видео будут ссылки и на маркерный курс, и на соответствующие видео по онкологии. Вторая группа факторов. Надо убрать по максимуму все антропогенные, то есть человеком созданные факторы негативного воздействия на организм. Первое – это воздействие ВЧ и СВЧ-излучений, то, что вошло в нашу жизнь совсем недавно и приносит колоссальные непоправимые разрушительные воздействия на организм. Необходима нейтрализация их разрушительного резонансного воздействия на клетку, на ДНК от этих источников ВЧ и СВЧ-излучений, то есть сотовых телефонов, ретрансляторов, вышек, то есть сотовой связи, Wi-Fi и тому подобное. Видео об этом у меня выходили, два последних будет под видео. Под ними ссылки на все исследования. Итак, есть в наши дни и уже давно такая защита. И на мониторы, и на кинескопы ТВ, и на сотовые телефоны, и на прочие источники ВЧ и СВЧ-излучений. То есть индивидуальная защита. А о механизмах такого воздействия и о механизмах защиты были видео, и по ссылке я их дам. Также дам ссылку, где можно купить эти средства с защитой. Под видео все будет. Сотовые телефоны держите подальше от себя. Говорите только по громкой связи или по проводным наушникам, но не в ухо в упор, телефон поднося. На ночь отключайте сотовые телефоны или ставьте их куда-нибудь, скажем, на кухню, прижав задней стенкой телефона, где антенны, к стеклу окна, облокатив на подоконнике к стеклу телефон. Так вы уменьшаете воздействие в разы. Второе. Химия в быту. Имеется в виду переход на природные, натуральные, то есть безопасные, моющие средства и предметы гигиены. Все это возможно и легко. Вместо химических рекламируемых по ТВ моющих средств применяйте хотя бы соду с горчицей. Или безвредные биосредства. Такие тоже есть. Да, они дороже, чем натуральные. Но ведь можно делать самим, кто не имеет возможности купить. Или используйте натуральные мыла. Можете сами делать или где-то покупать. Можете покупать экологически чистые, абсолютно безвредные наши уникальные мыла и твердые, и жидкие шампуни. Это все есть, это доступно. Также помните, что мыть руки и наносить что-либо на кожу можно лишь то, что можно есть. Вот главное правило. Кого-то это удивит, но вы тогда прокатились, конечно, через матрицу. Вот этого как бы естества химии при искусственной жизни человечества. Это, конечно, страшно. Скоро так дойдете и до выражения принятия его, как в фильме «Кинзадза каша какая пластиковая». Да, уже люди к этому подошли. Запомните, если что-то есть нельзя, то это нельзя и на кожу наносить. Вот главный принцип, алгоритм. Что касается зубной пасты, если там есть не только фтор, это уж многие знают, а триклозан, лаурилсульфат и другая химия, не используйте такие пасты. Ну, есть же альтернативы. У меня было видео, где я объяснял, как можно самим сделать такую безопасную, качественную зубную пасту. Вы можете купить где-нибудь эту зубную пасту безопасную. Вы можете купить и у нас на нашем сайте nadgar.ru, одной маленькой семейной индийской фирмы. А еще лучше, вот я лично пользуюсь, порошком зубным из центральных волокон стеблей льна. Это прекрасно чистит зубы, экономный расход, и это абсолютно не только безопасно, но и полезно. Это даже можно есть, только, конечно, не нужно, потому что жалко. Вот принципы жизни здоровой, они несложные. Поганые и вредные привычки легко входят в нашу жизнь. Поверьте, что и хорошие привычки тоже легко войдут. Третье, вода. Много о воде у меня было видео, какую воду надо пить. О физико-химических свойствах воды. Какие свойства на что влияют. И о том, как вода напрямую влияет на качество и продолжительность нашей жизни. И о свойствах водородной воды с отрицательным ОВП. И о приборах, которые создают такую живую воду. О безопасных приборах, что самое главное, и опасных. Все это было в моих видео. Ссылки я дам под этим видео. Помните, что лучший персональный генератор водорода и свободных электронов, а лучший, потому что безопасный, потому что выделяет больше всего молекулярного водорода в воду. Это прибор NeoPen. Ссылка будет в описании. А родники, дорогие товарищи, здесь вообще ни о чем не говорят, что вы пьете хорошую, по крайней мере, и качественную воду. И родники родникам рознь. И не все то, что течет из земли, называется родниками. Четвертое, электричество. Держитесь подальше от высоковольтных линий. Если у вас там есть жилье, старайтесь переехать, если есть возможность. И обесточьте розетки, которые находятся у ваших кроватей. Хотя бы на ночь отключайте автоматы розеточной группы, чтобы предотвратить воздействие электромагнитных полей хотя бы ночью на организм. Пятое, понятное дело, что радиация, накопление в организме тяжелых металлов, получаемых из продуктов питания, с водой, воздухом. В наши дни это все легко, и это объективные факторы развития онкологии, понимаете? Как и пластик в быту, как фенольные отравляющие соединения, как диоксин, как формальдегид, который выделяется из таких строительных материалов, как ОСБ, фанера, любая причем. МДФ, как бы он не был чем защищен, опять-таки, чем полимерно-пластиковым покрытием. Это и пластиковые окна, ведь это все объективные факторы, вне зависимости от наших желаний, верований и прочих глупостей. Это действует в любом случае. И мой долг предупредить вас об этом, а вы не отмахиваетесь, а подумайте, что лучше делать с этим. Но тем не менее, вывести тяжелые металлы, радионуклеиды из организма возможны. Посмотрите мое вот это видео, гриб-дождевик, о соответствующем препарате из него и о системе грибных препаратов по выведению из организма тяжелых металлов и радионуклидов. Шестое, накопление воздействия статического напряжения. Это очень важная тема, скажу лишь одно. Посмотрите мое видео про заземление, вот это. Ну, о защите кожи человека от чрезмерного солнца летом, о важности физической активности, о важности свежего и качественного воздуха, о разумном закаливании и так далее, и так далее. Я говорить не буду, не нужно здесь перечислять, что я что-то забыл. Это всем очевидные вещи. Переходим к третьей группе факторов защиты. Это питание, адекватное питание. Первое. Не ешьте химические продукты и продукты многократной переработки. Не ешьте то, чего нет в природе, всяких там печеньев, консервов и тому подобное. Тем более продукты, содержащие консерванты, красители, эмульгаторы, разрыхлитель, улучшители вкуса. Это очень просто понять, что есть что. То есть не ешьте то, что вообще не растет, чего нет в природе. Не надо есть, не извращайте ее законы. Второе. Трансжиры. Они приводят однозначно к раку. Это маргарин и другие гидротированные продукты. Всякие масла, полученные при высоких температурах. Вот это имеется в виду в том числе. Ну, глутамат, натрий и прочее. Понятно, говорить про всю эту химию не буду, уже сказал. Третье. Сахар. И сладкое. Исключите из своей жизни по максимуму. Сахар это яд. Страшный яд. Посмотрите мое видео «Сахар и рак», где я объяснил полностью эту всю логистику, эту цепочку возникновения и усиления рака от потребления сахара и вообще глюкозы, фруктозы, сахарозы. Поймете, о чем речь. Ведь на этом основаны принципы, точные определения метастазов, то есть контрастное КТ, понимаете? Я там это все пояснил. И речь идет не только о сахаре синтетическом. Об этом и речи быть не может. Это категорически есть нельзя, как я уже говорил, то, чего в природе нет. Речь идет о натуральных даже сахарах, глюкозе, фруктозе. Главное тут правило такое. Не более 25-30 грамм можно потреблять сахаров разных, то есть глюкозы, фруктозы, сахарозы, получаемые из всех продуктов, съедаемых вами за сутки. Вот главное правило. Но, по крайней мере, это правило жизненно необходимо тем, у кого уже, не дай бог, но есть рак. Там все жестче. Четвертое. Вводите в рацион своего питания важные концентраты дефицитных питательных веществ. В наши дни дефицит есть тотальный. Почему? Ну, хотя бы посмотрите мое видео «Лес и почва», и вы поймете почему. Не буду подробно про это сейчас. Скажу лишь, что есть простой способ всего тремя-четырьмя продуктами устранить почти все возможные дефициты питательных веществ в наши дни. Это фукус в гелеобразной форме натив, и только такой. Никакой не сухой, это бесполезно, а только этот. Почему? Вот последнее мое видео на эту тему. Подумайте разумно. Это сок проросков пшеницы, это дикая, подчеркиваю, только дикая, а не лабораторно полученная спирулина и хлорелла. Подробно, как это принимать, в какой последовательности. Все алгоритмы в моем видео – дисбактериоз в первой ее части. Пятое – принимайте антиоксиданты натуральные, такие как дегидрокварцетин, это мощный антиоксидант, биофлавоноид. Т8-экстра – это такие сильные полипринолы из пихтовой хвои другого ряда. Антиоксиданты тоже важны. Все это между собой сочетается и дополняет друг друга. Потом куркуму с черным перцем принимаете. Посмотрите мое видео «Куркума», но речь идет о куркуме не любой. Помните, в Индии максимум, в любой куркуме максимум 1,5% содержания действующего пигмента куркумина. А есть из Камбоджи, из одной провинции, уникальная куркума, где 10,5% действующего вещества куркумина. И гораздо более эффективный черный перец, который усиливает эти действия, эти эффекты. Все ссылки оставлю под видео. Шестое – естественно, никакого алкоголя и табака – это непреложная истина. И хватит говорить глупости там вроде «Дед пил, курил, ел все подряд и прожил 90 там, 95 лет». Все, вы уже не проживете и до 50, если в наши дни, в наши будете и пить, и курить, и есть все подряд. К тому же, надо понять уже, что ваш дед, если бы не пил, не курил, то он бы прожил бы на 20-30 и более лет дольше, чем он прожил. Это же объективные факторы. А еще к тому же, дед ваш или там отец и все под цепочки уже вам подрубили вашу генетику своим алкоголем, табаком и так далее. И на вас, в отличие от вашего деда, действуют факторы негативные в больших количествах, чем действовали на вашего деда. Тем более, когда он только родился и рос, на него эти факторы вообще не действовали. Это вы можете понять? Хватит уже дешевых отговорок. Все, забыли об этом. И других поправляйте, кто такие глупости для самоуспокоения еще до сих пор несет, изрекает. Седьмое. Убирайте из рациона молочные продукты, содержащие молочный белок, казеин. То есть, его концентраты. Это сыр, самое страшное. Творог, цельное молоко. Можете оставить, если хотите, сливочное или топленое масло. С точки зрения биохимии, это не опасно. Восьмое. Уберите мясо из рациона питания. Помните, что высокомолекулярные белки вызывают и воспаление, и реакцию антигена антитела, с образованием кадаверина, потрясцина, то есть, трупных ядов и гнойных токсинов, которые и приводят в конечном счете к раку. Это главная первопричина любых форм рака. Об этом есть подробные и много видео у меня на канале, полностью доказывающих это утверждение. Девятое. В идеале перейдите на веганскую кето-диету. Есть варианты и сыроедной кето-диеты, кто хочет. Тут решайте сами. На консультациях своих, индивидуальных консультациях, я подробно рассказываю все нюансы и даю детальный системный подход к лечению. Если сочтете нужным, я еще пока провожу консультации. Ссылка под видео, под каждым. В самом низу есть, называется, индивидуальная консультация. Мышкой нажимаете, переходите на страничку, читаете условия, устраивает, пишите на почту. Десятое. Надо убрать из рациона питания все продукты, вызывающие воспаление, а у кого онкология, это непременно жизненно важно сделать. Но у кого нет хотя бы главные продукты, вредные, удалите. Это не только животные белки высокомолекулярные, но и высокомолекулярные растительного происхождения белки. Такие как лектины, самый известный из них это глютен зерновых, но не только он один существует, их около ста таких вредных. Просто про это не говорят, потому что тогда придется исключить многие продукты вообще и индустрии мировые рухнут. Если это принять к действию, потому об этом и не говорят. Так вот, самое опасное из них это семейство посленовых. Чтобы не пояснять то, что я уже подробно рассказывал, просто посмотрите мои лекции. Хотя бы эти. Какие продукты есть нельзя? И вторую. А что же тогда есть? Ведь у вас уже наверняка возник этот вопрос. Так вот, я давно дал на него ответ в своей лекции. А что же тогда есть? Поверьте, этот список огромный. Просто вы, многие из вас, не считали раньше эти продукты за еду. Но лишь от вашего желания и веры эти продукты не перестали быть таковыми. Кратко приведу вам пример. Вот вы сейчас все едите картошку, а раньше вместо картошки было такое разнообразие. Например, репа, пять видов редьки, брюква, торнепс, корневой сельдерей, дайкон. Кто сейчас это ест? Почти никто. Чем это заменили разнообразие? Проклятой картошкой. У которой до 96, в зависимости от вида приготовления, гликемический индекс. Это почти то же самое, что вы едите чистый сахар. Вы понимаете, есть им нечего, есть много чего есть, просто вы это не едите. И от этого, в том числе, ваши проблемы. Я, разумеется, мог пропустить в этом видео что-то значимое, но главное сказал, остальное найдете в моих лекциях, смотрите их, они очень важны. Всем важны, вне зависимости от того, понимает этот человек или нет, лучше понять, вам же лучше будет. Конспектируйте мои лекции, не просто смотрите, не ленитесь. Они и эти конспекты, сделанные вами из моих лекций, продлят и сохранят вам жизнь, причем качественную. И еще раз, под этим видео я оставлю все нужные ссылки, о чем я только говорил. Ну а на этом на сегодня все. Жду ваши комментарии под этим видео, делитесь с другими людьми этим видео, ссылочку перекидывайте, с рекомендацией обязательно посмотреть вот это мое видео и другое. Помогите мне в распространении моих видео, и тем самым вы поможете и себе, и вашим близким. Это взаимная выгода наша с вами, в глобальном плане, в плане оздоровления населения, и чтобы у наших детей и внуков было будущее, имеется в виду светлое будущее. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья, увидимся в новых видео, до свидания.